Позитив из группы «Время и стекло» отрастил усы специально для того, чтобы его перестали принимать за страшненькую подружку Нади Дорофеевой. Но, увы, встречайте, Надя Дорофеева и её страшненькая усатая подружка «Позитив». Группа «Время и стекло» у нас в гостях. Привет, бро! Добрый вечер! Добрый вечер! Да, ребят, спасибо, что примчали. Вы знаете, относительно недавно вы в мире шоу-бизнеса, если так можно сказать, но уже плотно стоите на ногах. У вас многомиллионная армия поклонников, фанатов, да? Ну вот, пожалуйста, подтверждение тому. Да, ребят, ну знаете, рано или поздно наступит такой момент, когда ваши зрители, ваши фанаты скажут, что и ваше время и стекло. Не, ну я имею в виду уход на пенсию, уход со сцены. Мы в квартале подумали, что затягивать этот момент. Давайте проведем репетицию ухода на пенсию прямо сейчас, согласны? Конечно. Да, ребят, давайте оформим по-правильному. Прошу вас, ну уже знаете, чтобы были в форме. Как пенсионеры настоящие. Вот так. Естественно, плед. Куда без него. Да. Вот так. Это вам. Клубочек. Будете бабушкой сегодня. Итак, дорогие друзья, представьте, 2080 год. Группа «Время и стекло» уходит на пенсию. Вот, внимание на экран. О май гад. Да, примерно так это будет. Итак, дорогие друзья, сегодня исполняется 70 лет творческому коллективу дуэту Надежды Владимировны Дорофеевой и Позитива Позитивович. Давайте окунемся в прошлое и пройдемся по творческому пути этих замечательных, знаменитых людей. В 2051 году «Время и стекло» идет на поводу у современных технологий и отказывается от услуг поэтов. С этого момента тексты их песен генерируют компьютеры. Может быть, поэтому в их песнях появляется смысл. Вместе с поклонниками стареют и сами артисты. И, вы знаете, в 2070 году годы берут свое, и теперь на концертах отличить Позитива от Надежды становится практически невозможно. Может быть, поэтому певец Дантес на время перестает мутить с Надей, дабы случайно не переспать с Позитивом. Чтобы вдохнуть в группу новую жизнь, дуэт «Время и стекло» становится трио. И теперь в этот коллектив входят Надежда, Позитив и кислородный баллон. Чтобы поправить пошатнувшиеся семейные отношения, Надежда решается на очередную пересадку кожи на лице. В связи с этим Позитив навсегда утрачивает способность сидеть. Позитив решается на смелый шаг, и чтобы доказать своим фанаткам, что он бодр и полон сил, он попадает в скандал с прапрапроституткой. В этом же году внук Позитива идет по стопам деда, находит его и возвращает обратно домой. 2083 год. Позитив немного почувствовал себя своей фанаткой. И теперь на концертах группы «Время и стекло» Позитив тоже писается. Что происходит? А, уже, да? Наполню. Конечно. Аккуратнее. Продолжим провожать этих знаменитых артистов. Год 2085. Группа «Время и стекло» переживает творческий кризис. Группа переживает, а их продюсер Потап не переживает. Может быть, в связи с этим, чтобы не драконить старичка, не компасировать его мозги, группа окончательно уходит со сцены лишь изредка, появляясь на концертах вечернего квартала, который, кстати сказать, в этом же году отметил свой столетний юбилей. И где их по-прежнему любят и ждут лысые из квартала. Лысые черненькие с критлым голосом из квартала. Лысые толстые из квартала. И наполовину седая, наполовину лысая из квартала. Ну, а пока это время не наступило, давайте будем наслаждаться молодым и перспективным коллективом «Время и стекло». Спасибо.